Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. В толстенном слое ила и грязи лежали телефоны, радиоприемники, тележки из супермаркетов, множество велосипедов, скутеров и даже мотоциклы. Фактрум публикует подборку фотографий неожиданных находок. Сен-Мартен расположен в 10-м муниципальном округе. Парижа, в самом центре города. Вот уже много лет этот канал является излюбленным местом туристов. Да и местные жители не прочь прогуляться по его набережной. Считается, что именно из-за своей популярности канал Сен-Мартен и начал постепенно превращаться в свалку. Для того, чтобы осушить канал понадобилось 3 месяца. Канал очищают регулярно. Предыдущий раз это делалось в 2001 году. Тогда из канала достали 40 тонн мусора. Работы по осушению и очистке канала обошлись властям. Парижа в 9,5 миллиона евро. Из канала вылавливали рыбу для того, чтобы перенести ее в другое, более чистое место. Рыб осторожно складывали в контейнеры и перевозили. На новое место. В общей сложности за 3 дня было выловлено 4,5 тонны. Форели, карпа и леща. Чей-то потерянный телефон на дне канала. Старый магнитофон. В общей сложности из канала откачали 90 тысяч кубических метров воды. Сколько тонн мусора будет вывезено? Этот раз пока неизвестно. Но, наверняка не меньше, чем 15 лет назад. Операция по осушению канала, довольно долгий и трудоемкий. Процесс. Больше всего на дне оказалось именно велосипедов. Причем среди них было как современные, так и довольно. Старые экземпляры. Работники аккуратно вылавливают рыбу. Местные жители, которые живут возле канала, винят. Во всем туристов. По их мнению, именно они превращают Сен-Матрен в свалку. А мусора здесь действительно скопилось очень много. Иногда можно найти даже такие раритеты, как этот. Старый фотоаппарат. Ржавеющие, полуразрушенные велосипеды. Бесспорно, одной из самых сложных задач, было обеспечить безопасный вылов и транспортировку всей рыбы, обитающей в канале. Жуткое зрелище. Нужно сказать, что местность вокруг канала считается престижным районом города, с очень дорогим жилье. Огромные заградительные барьеры для воды. Высушенный канал действительно больше напоминает свалку, чем достопримечательность. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.